Доброе утро, друзья! Вы на канале «Всё для клёва». Мы приехали очередной раз на рыбалку. Сегодня 7 ноября. Большой праздник для всех коммунистов. И сегодня я не один. Сегодня не простая рыбалка. У меня сегодня рыбалка с подписчиками. Не просто подписчиком, а с человеком, который меня практически научил ловить рыбу. И с которым я уже с рыбалки приезжал уже с какими-то хвостами. Не просто там просидел, прокуковал, блин, и всё. А реально человек, который научил меня ловить рыбу. Друзья, познакомьтесь, пожалуйста. Это у нас Александр Тарасович. Иди сюда. Добрый день. Вот он. Вот этот герой. Реально, который научил меня ловить рыбу. Русский сказок. Он реально мастер по поплавку. Раз. Мастер по спиннингу. Два. Это просто, ребята, если у меня получится с ним снять ещё пару видео, вы увидите, насколько он реальный мастер. Именно по вот этим вещам. Вот. Так, что вот? Вот это вот мотыль кормовой. Да, да, да. Так. Вот это вот кастер. Кастер. Это личинка? Личинка того же опарыша. Просто пропадал, чтобы не выбрасывать. Мы его в прикормочку шуруем. Так, прекрасно. Всё это добавим до прикормки и будем смотреть. И мы постараемся развеять миф на то, что ловится только на горох. Половим сегодня на мотыля. Прекрасно. Друзья, это вот Тарасыч будет ловить на вот это. А я по старинке горох, горох, горох. То есть, у нас сегодня будет такое небольшое, маленькое социалистическое соревнование. В честь революции. В честь революции будем сегодня проводить социалистическое соревнование. Что хочу сказать, друзья. Значит, тема сегодняшнего видео, хочу заинтриговать вас сразу. Это какая фидерная оснастка эффективнее на Днистре. То есть, вот у меня, например, будет... Я хочу проверить несимметричную... Нет, несимметричную петлю будет Тарасыч проверять, да? Да. Вот. У него будет несимметричная петля и инлайн. У меня будет вертолет и два узла. Ну, наверное, тоже инлайн поставлю. В общем, три фидерных оснастки. Несимметричная петля, инлайн и вертолет. Что эффективнее? Надеюсь, интригу создал. Поэтому смотрите видео до конца и узнаете, что эффективнее на Днистре. По крайней мере, в это время года, когда уже ноябрь, 7 ноября. Так, друзья. Я уже прикормку свою сделал. Вот она. Получается, с горохом, с опарышем. И, может быть, никогда я не показывал, а мне Тарасыч подсказал, что нужно подсказать. Что вначале я кормлю место. То есть без крючка, без отводика, без поводка, кормушкой. Бросаю вместо лова где-то порядка 5-6-10 кормушек просто с кормом. Вы поняли? То есть, чтобы уже приготовить стол для нашего карпа. Вернее, чистить не любите рыбу. Не люблю чистить, да. Надо завести себе соседку. Соседку? Да. Которая любит рыбу. Я боюсь, что жена не поймет. Не, не обязательно. Можно завести соседку, что жена поймет. Да? Да. Она подумает о том, что ничего страшного в этом деле нет. Потому что такая соседка нормальная. В годах какую-нибудь. Такую, чтобы рыбу любила чистить. Ага. У меня такое есть. Вам повезло. То есть я приношу, допустим, там 4 рыбы. 2 она у меня взяла зачистку. Ага. И 2 мне приходят уже почищенные. Все. Я вообще не ложусь. Прикольно. То есть вы ничего не делаете. Вы получаете очищенную рыбу и все. То есть чистое удовольствие получаете? Да. Да. Вы приехали домой. Звоните, допустим, соседке Наташе, как я. Ага. Я говорю, здравствуйте, Наташа. Она говорит, здравствуйте. Вы рыбы хотите? Она говорит, да. Так. Все. Все говорит, берите чистить. Она почистила все мне. Так. И забрала себе пару рыб. Мне их не жалко. Ага. Все. Я же все равно больше, чем 2 не съем. Вот и весь, в общем-то, рассказ. Там за ленточку привязали, как вы показывали. Вы в одно место кидаете? У меня хорошая мышечная память. Ага. Я понял. Когда я закину 10 раз, я уже, в принципе, пойму, куда кидать. Но и за ленточку все равно поставлю. Ну вот. Это и получается, что я понял, что вы имеете в виду. То есть вы делаете... Во время прикорма я не ставлю за ленточку. Я уже, когда уже забрасываю кормушку уже с поводком, тогда, да, я ставлю за ленточку. То есть у вас выходит не только там точно. Ну, если чуть не точно, то если будет чуть-чуть шире поле, нифига страшного. Во время прикорма, да. Я понял. Уже когда во время улова, тогда уже бросать точно. Тогда точно, да. Друзья, хочу сказать большое спасибо моему подписчику, Сергею, который мне тут место, кусочек дал. Приветствую вас. Что у вас? Мне презент. Мне презент? Боже мой. Какое счастье. Друзья, мне презент. Вы представляете себе? Ну, теперь можно на ночь ездить на рыбалку. Конечно. Ну, когда чистого сердца, большое спасибо. Вот так вот. Здравствуйте, вы поняли? Мне презенты делают на реке. Здравствуйте, еще раз. Я смотрю, что вы докторами работали. Им часто делают презенты. Да? Вот это да. Друзья, ну вот моя фидерная обснастка. Вертолеты два узла. Это получается кормушка. Два узла восьмерки. Раз, два. Между ними поводок на удавке. Все. Начиная с поводка примерно 40-45 сантиметров. Сейчас ловится просто бомба. Посмотрите, какая красота. Жирнючая, здоровая, мощная. То, что нужно. Второй заброс. Второй заброс, вторая плотва. Главное, это рань. Да. Ну, честно говоря, я сегодня таранин ловить не буду. Чего? Ну, не хочется мне ее. Мне не нужно. У нас красавец. Ну, просто понимаете, в чем смысл. Я уже не пью пиво. Вот честно признаюсь, друзья. Я не пью пиво. И она... Ну, что если... Ну, засолить ее? Или жарить? Тарасович, что? Соседка там хайчистит. А дальше? Больше я ничего не могу. Что, вы будете ее жарить? Я не... Ну, а смысл? Ну, может, я отпущу. Я не знаю. А, ну, другой вопрос. Красавчик. Удилище ловит у нас Александр Тарасович. Ну-ка, покажите. Фидер Хамелеон, друзья. Вы поняли? Это то удилище, примерно, такое же удилище, которым я поймал тогда белугу на 22 килограмма. Ну, вот. Удилище тестом до 100 грамм, да? Да. Супер, да? Легенькое, 300 грамм весу. Это что же тут, бычок должен. 300 грамм весу, я знаю, очень чувствительный. Чувствительный кончик, да? Да, ну, как и на каждой сиде, даже при... Когда груз просто катится, под ну уже видно, когда клюет. Ага. Сразу, не надо. Вот видите, Тарасович ловит на ближней бровке. 10 метров. Друзья, вы посмотрите, кто у нас сосед слева. Вы уже знаете его. Это Владимир Николаевич. Это Владимир Николаевич. Перезакидываю его в первую удочку. Потому что сосед взял карпа. Так. И он меня поднял с кресла. Потревожил. Зацепил меня, короче говоря. Ага. А что вы там ловите? Как всегда, горох. Как всегда, инлайн. Как всегда, при этом, в магазина все для клево. Ага. Дорогие друзья. Понятненько. Друзья, несимметричная петля, да? Да. Вот видите, снасть какая. Тупая. Трехкопеечная. Декольный. Так, это получается у нас... Вяжется, вяжется, вяжется. Никаких карабинов, ничего нигде. Вообще ничего нигде. Никакого металла. Кроме вот этой вот трубочки, которая у нас ходит. На которой ходит там она. Все. Ну, ветлежок, имеете в виду? Да, но он на кормушке готовый. Так что вообще ничего делать не надо. Все среглублено. Треугольный получается, несимметричный. Да, да. Это, наверное, даже большой. Можно делать немножко меньше. И поводочек где-то порядка 60 сантиметров. Да нет. Сантиметров 80. 80? Ага. Ну вот. Ой. Так, у меня пока не клюет. То ноябрь, Николаевич. Ну вы хотите, чтобы клювало сразу. Ноябрь надо долго ждать. Ноябрь нужно ждать, да? Ну, это не носит уже такого систематического поклево. Ну да, вода холодненькая. Холодная, друзья. Ну мы подождем. Мы подождем. И надеюсь, дождемся. Дедушка Днестр меня знает. Он меня любит. Он меня уважает. Ну правда не наливает. Я его уважаю. Ну наливает мышь за рулем. Да, мышь за рулем, друзья. Здоровый образ жизни превышше всего. Хватит. Хватит. Ну, песня ЗОЖ. Бывает иногда актуально, можно и выпить. Не, ну иногда, да. Когда хорошая компания, хорошая закуска, свежий воздух. Хорошие люди. Хорошие люди, да, ну да. Хорошие люди. Тогда можно, конечно, и... Мотылек. Вот он, друзья, посмотрите. Раз. Прикрыли. И мотыль прикрывается одним опарышем, да? И насыпал кормового мотыля. Кормового 10 гривен полу... Да там грамм 50, наверное, на староконке продают. Ни влево, ни вправо. Ничего не хочет отпускать. Вот я правильно нацепил город? Ну, ну-ка, посмотрим. Ну, так скажем, не совсем, как мне кажется. Правильно было бы, наверное, все-таки под вот эту штучку. Правильно нужно... Давайте я покажу, как правильно. Давайте. Показывайте нам, чтобы люди видят. Ну, правильно, я, например, зацепляю так. Значит, во-первых, нужно продеть его через две половинки гороха. А во-вторых, нужно буквально зацепить его чуть-чуть. Вот, буквально совсем чуть-чуть. То есть, чтобы оно не распалось. Вот так вот. И вот эта вот горошина уже пробитая не пропадет. А что она пропадет? То есть, как бы будет держаться нормально? Призабрось она будет держаться. Вот. И на пять минут рыбалки вам хватит. А через пять минут надо все равно вытаскивать. Я понял. После вас тысячи людей начали ловить кучей гороха, они уже закормили его горохом так, что ему, наверное, тошнит бедно. Это да. Друзья, ну реально мы тут на Днестре устроили небольшую революцию такую. С точки зрения того, что народ начал ловить. От макушатников перешел на горох, на кормушку потап. И спокойно ловит. Но, понимаете, ловят те, кто знают, на что ловить. А кто не знает, тот продолжает ловить на макушатник и делать вид, что типа ловит. Нет, я не хочу сказать, что на макушатник ловится. Ловится, но не так эффективно. Я считаю. Чистый мотылек, ничего. Смотрите, какой красавец. Да. Лещарик хороший. Ой, ой, ой. Жалко. Если оторвется. На мотыля, да? Да, без ничего. Николай, что там у вас? Лещик небольшой. Под лещик, да? Да, под лещик. Хороший. На шот. Шарик и пять опарыша. Шарик с опарышем. Приподнимает, Николай приподнимает опарыша шариком. У нас стоит горох еще пока. Но чувствую, что, друзья, вода холодная, уже на горох перестает клевать. Надо переходить на мясные варианты, которые сейчас очень будет хорошо действовать на рыбалке, да? Не показатель. Вот, допустим, смотрите. Это мы приподняли, да? Поклевывает. Да. Он лежит на дне. Вообще голяк. Не могу понять. То есть на дне не клюет? Нет. А приподнятое? Чуть-чуть приподнятое клюет. Не знаю, чего. Ну, все зависит от давления, по большому счету. Заметьте, может она стоит на дном немножко. Со дна берет рыбка покрупнее. Когда поднимаешь, клев постоянный, но клюет меленько. Да. На обычный мотыль. На мотыля. Да. Кормушечка по-та поставил, чтобы не тягал. То есть инлайн и работает... Инлайн работает как фидер, очень легко и просто. Точно как боковой отвор. Одинаково. Прекрасно. У меня упорно стоит горох и пока ни одной поклевки, друзья. Как нет? Одна была? Нет, то была, видать, в сетку. Кстати, подсказали мне рыбаки, которые здесь стоят. Что ночью какие-то нехорошие люди ставили вот там вот сетки. Возможно из-за этого и перепугали рыбу и она ушла. Возможно и такое. Ну, я пока буду стоять на своем и ждать поклевки карпа. Надеюсь, мы его поймаем. Если, конечно, дедушка Днестр расщедрится. Тарасыч в другой тактике используется. Он на мотыля ждет поклевки карпа. Тоже, в принципе. Ну, правильно, 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 так и есть. Так, друзья, ну, у нас не клюет, поэтому... Что мы сделали? Правильно. Ням-ням. Решили покушать. Показать пример рыбе. Что, как нужно делать, правильно? Без крючка. Набросились на прикормку, да, Николай? Так что давайте все должны наброситься. Наброситься на прикормку нашу. Иначе должен быть сейчас бешеный клев. Бешеный. Мы поддивимся. Пробуйте, пожалуйста, я вас умоляю. Это очень интересный вкус. Друзья, полезный хлистерин. Меня упорно не клюет. Вообще. Ни одной поклевки за 20 часа рыбалки. Даже за 3 уже, да? Да. А Тарасыч? Ловит и ловит. Ловит и ловит. Ловит и ловит. Николаевич, ну просто скучно сидеть целый день назад. Надо что-то подлавливать немножко. Да. То есть, грубо говоря, друзья, надо уже менять насадку. Горох перестает работать. Но я все-таки хочу это показать в видео, что может быть пора. Пора уже переходить на более мясные насадки. Может быть креветку. Вот, видите. Мотылечек, опарыш. Работает. И работает. Работает тарань, подлещ и клещ. Ловится. Карася не было. Белая рыба. Да. Короче, пока так. Я поставил на крючок опарыша. И на волос у меня горох. Ну, первая поклевка пошла. На, жирная, красивая. Грамм 300-400 тараня. Вы сюда вот сидите и ловите. Так. Плеч, конечно, ну хорошие. Ох, лещарик. Красавец моя. На парышу, да? На мотыля. На мотыля, да? Килограммовый где-то, да? Килограммчик. Где-то килограммовый лещик такой. Хороший лещик. Лично. Песня мне. На мотыля. Ну, дернул так, что я думал, что что-то хорошее. Да и так хорошее. А вот хорошо клюет, да, лещик. Как бахнул я. Что когда-то. Прекрасно. С почином. Да? Глеб Егорыч, да? Да, рыба нормальная. Друзья, второй зацеп за сегодняшний день. Там реально стоит сетка. Из-за этого, короче, нет и клево, по большому счету. Рыба пугается и ходит. Видите? Ну, на парыш больше клювало, чем на горох. Лещик не очень большой. На опарышика с мотылем. Друзья. На какую снасть, как вы ее называете? Это называется... Асимметричная петля. Да. С длиннючим, почти метровым поводком. Да. Вот это поклевывает. Все. Все остальное... Ну, не хочу говорить плохих слов. Это он про меня. Что я стою и молчу. И у меня ничего не клюет. Я за Николаевича сказал, чтобы он не ругался. Ну, ничего, берет так легонько. Хорошая осенняя вещь, как на меня. Да, друзья. Я хочу сказать, что нужно радоваться мелким вещам. Маленьким. Маленьким разностям. Правильно? Конечно. Почему-то не приходит. А то, когда ждешь крупного карпа, обычно хрена не приходит. Ой, ты сказал неправильно, но тем не менее. Ничего. Ничего не приходит. Ничего. Ничего. Друзья, хотел назвать это видео, какое снасть эффективна. Но чувствую, что это видео больше похоже на видео, на что нужно. Какая наживка эффективнее. Эффективнее нынче. Эффективнее все-таки получается. Животная, покажешь животная. Насадочка лучше. Опарыш и мотыль. Все. Это самая эффективная насадка. Горох уже даже не на втором месте и не на третьем. Так, где-то там, в глубине души. Секта любителей гороха должна немножечко потесниться. Ничего страшного, она рано или поздно опять вылезет. Да. Так что, друзья, нужен горох или на рыбалке, решайте сами. Нужен все равно. Нужен, да? Поставьте пару удочек. Один поставьте на фидер, чтобы вам скучно не было. Поставьте пару удочек на горох, один на фидер и сидите себе отдыхайте. Один на мотыля, вы имеете в виду, да? Да, один достаточно одного фидера, чтобы ловить. Что я на две удочки ловлю? На одну фактически. Все. А остальное можно спокойно поставьте пару горохов. Хоть стоит, клюнет, клюнет. Меняйте. Вам не будет не скучно хотя бы сидеть. Можно будет вставать, подниматься. То, все. Вы на рыбалке будете рыбачить, а не жевать. Правильно. Кое-что. Вот, друзья, это вам такой урок от моего учителя по рыбалке. Ладно, Николай, я вас умолю. Успокойся. Не-не-не. Нет, так оно и есть. Ну, Тарасыч. Так что, я уверен, уверен, что у нас с Тарасычем будет не последняя рыбалка. Потому что его секреты премудрости по плавочной рыбалке, на хищника, мне будет очень интересно. Походим. Походим, да? Да. Да, вот лещ. Небольшой, но такой. Поклевка действительно хорошая. Поклевка хорошая и лещ красивая. Ну, грамм 300-400. 400 грамм. Вот такой красавец. Брал, опять на ботей. Чёрт мёд. Мел? Хорошая, хорошая, да. Прекрасная тарань. На горох. На чистый горох, да? С опарышем. Поэтому и клюнуло. Что, это плохая тарань, Николаевич? Это бомба вообще. Это бомба. Это размер 20. 18 можно брать. Друзья, ну, у нас только начало клевать, но нужно собираться. Вы видите, опять на горох с опарышем клюет тарань. Ну, что, друзья, Тарасыч вытаскивает свой подсадок. Что мы видим? Да, немножко есть. О, так, чтобы сказать, что совсем много нет. Килограмм 5. Килограмма 4. 4. Больше нету, конечно. Ну, что-то есть. Белая рыба есть. Белую рыбу можно сейчас ловить весьма спокойно. Таких проблем нет. Да, главное правильно ловить на правильную насадку. Да, на жидку? Нет, главное просто не спешить и ловить как вот. Не ловится на горох. Поставьте один фидер, этого хватит за гуза. Да. И рыбы хватит за гуза на всех. Подписчикам что-нибудь. Ловите. Так. Отдыхайте. Ведите себя достойно на природе. Не гадьте нигде, потому что тут мы сидим, видим некоторые места загаженные. Да. Ну и подписывайтесь на канал Александра Николаевича. Все-таки подписывайтесь. У него иногда бывает прикольно. И вот с ним всегда интересно на рыбалке. Друзья, будем заканчивать нашу рыбалку. У меня сегодня очень слабенько получилось, так как я ловил на горох. У Трасыча получилось намного лучше, так как он ловил на мотыля. Поэтому чувствуется, что ноябрь месяц дает о себе знать. В водах становится холоднее. Карп уже немножко начинает быть в анабиозе. Его начинает уже колбасить понемножку. Холодная вода. Поэтому нужно переходить на животные насадки и наживки. Вот такая наша тема видео получилась. Поэтому, если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все для клева. Ну и прощаюсь с вами. До скорой встречи на рыбалке. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok